Всем привет! Это мой новый влог и, если честно, я, конечно, немножко офигевший от того, сколько просмотров набрало прошлое видео, сколько лайков. Это просто реально была для меня неожиданность и я решил для того, чтобы оставаться с вами на одной волне, чтобы вам было интересно меня смотреть и дальше, чтобы мне был стимул для вас снимать и выкладывать видео, скажем, два раза в неделю. Давайте догадимся так, внизу в комментариях вы будете писать больше по существу, то есть там задавать мне какие-то вопросы, которые вам интересны, либо предлагать темы, на которые вы хотите, чтобы я с вами поговорил, потому что, судя по всему, вам нравятся больше какие-то разговорные видео, поэтому давайте все-таки закругляться вот с этим срачом, который вы так любите устраивать и больше конструктивности. Ну и, конечно же, кому понравился видос, который вы сейчас увидите, ставьте лайки, кому не понравился, ставьте дизлайки, тут все честно. В общем, приятного просмотра, поехали! Сегодня хочу порекомендовать вам канал Сергея Дунаева, там регулярно выходят влоги, различные обзоры и распаковки, весь контент хорошего качества, в общем, все, как вы любите. Поэтому давайте поддержим хороший канал хорошего человека подписочкой, ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь живет моя знакомая подружка-стюардесса и заберу я у нее то, что реально мне очень сильно надо. Короче, сейчас вы все сами поймете. Короче, конечно, что коробочки нету. Ну, коробочка здесь есть. А, это сама уже есть. Это кейс, чувак. Короче, ребята, то, о чем я вам только что говорил секунду назад, наконец-то я забрал. Вот. Ого, тут помяли немного мне коробочку. Самой коробки нет, в общем, я вам сейчас расскажу целую историю. Расскажу для начала, что это. Короче, это коптер. Называется DJI Phantom 4. Типа, самый последний, самый крутой. Я его очень сильно хотел себе к дню рождения. С Америки, с Нью-Йорка. Он проехал пол Америки для того, чтобы добраться в Нью-Йорк. И с Нью-Йорка его мне привезли. Сыка подъехал. Я думал, он в трезы меньше. Ну, чувак, а ты что хочешь? Ну, кстати, да. Такая немаленькая. Она не увесит, боже, чем коптер. Так, я хочу открыть его уже в машине. На машине. Итак, я провожу самый первый минимальный анбоксинг, короче, того, за что я заплатил КСАР 700 баксов, по сути. Чувак, так он реально... Как две батареи весят, посмотри. Да, ну дай, потрогай. Такая аккуратно. Не, ну он тяжеленький. А батареи в нем уже здесь? Ну, я думаю, что одна в нем, потому что он тяжелый. Ну, вот, походу, такая же кнопка тут есть на этой херне. А, ну да, вот еще одна батарея. А, ну без батареи, да, я попробую. О, ну без батареи он как пол батареи. Прикольно. Так что ж, ты довольный? Да, чувак, я супердовольный, потому что вы не представляете, просто сколько это нервов. Во-первых, это хуже этапа, когда ты реально заказываешь через интернет, плачешь сходу, там, косарь шестьсот баксов, и потом ты ждешь еще непонятно чего, потом проблемы на таможне и так далее. Это реально очень утомляет. Не хочет достовериться. А ну-ка, ну-ка, давай-давай, тянь его. Оп. Ну, это хера себе. Крутой. Чувак, тут всякие вон еще проводки. Короче, да, где автор... А, вот книжечка. Чувак, книжечка, документы, походу, на него. Кипфлайн, короче, вон тут запечатанная инструкция. Фантом 4. Так, ну... Мне пульт нравится больше всего. Так ты даже на iPad, типа, как-то, как-то, мечта какая-то детская. Цепляться должен iPad как-то, ну, выдвигаться. Короче, разберемся с этим потом. Ну, тоже, да, в квартиру себе садишь, не спешу. Ну, поздравляю тебя, что вы сходите. Ну, да, спасибо большое. Теперь я счастливый обладатель самого крутого на данный момент коптера для обычных пользователей. Есть, конечно, профессиональные по 5 косарей баксов, но вот это реально самая крутая вещь, которая существует на данный момент. Так что теперь будут охеренные видосики, коммерческие в первую очередь. Не для влогов, вы не подумайте, я не... Такой придурок, как некоторые. Чувак, для влогов, прикинь, 5 коптер. И что случилось? Какая-то электромагнитная пара, что тут происходит. Блокируется что-то? Ну, пишет safe to fly, non-GPS. А ну, погоди. Запускай это корыто уже, давай. Птичка, лети. Наступил тот день, когда наконец-то я запущу свой коптер, посмотрим, как он летает. Мы сейчас на опере и посмотрим, что там происходит у нас в небесах. Чувство, конечно, крайне необычное. Ну, давайте... Врежемся в стенку. Поднимемся немножко повыше, посмотрим, как там сверху. Мелкая букашка. А вороны его не сожрут? Ты не читал вообще? Бывали такие случаи? Да, что-то мне кажется, что ворону охуеет такое жрать. Итак, что у нас высота 40 метров, типа детская. Я думаю, для начала попробуем подняться на 150. Посмотрим, как там. О! Ну, не в окна. Но красота Киева, конечно, радует. Слушай, может в него посыпать семечками какими-то? Привлечь птиц? Да, можно снять классные кадры. Так, ну, вот примерно 150-160 метров, и мы наблюдаем чудеснейшую картинку. Вот. Какая красота. Солнышко светит, город. Панорамка. Интересно, если птица реально подлетит, она ее порубает. Ну, конечно, ты его увидел, что с моей рукой произошло? Не, ну так он устоит или не устоит? Я думаю, что он устоит. А вот птица вряд ли. Но его уже не видно. Ну, может видно на камере, но плохо. И что ты скажешь? Ты доволен вообще? Где твое восхищение? Я пока не понимаю вообще, что происходит, если честно. Почему? Ну, мир вообще супер другой. Полностью другой. Вон тебе тут квадрат. Вообще, я думаю, наблюдать за людьми, чем они занимаются в окнах. И она нельзя, конечно, такое делать, я шучу. Так давай подлетим в какой-то дом через метров 500, чтобы не было видно, откуда управляют. Сюда, например, да? Не, ну сюда нельзя, тут рядом. Мы живем. А с соседями надо дружить. Посади его на проволоку. На колючую, да? На колючую, да. Ну, зимой он тоже, думаю, минут 15 не больше будет летать. Ну, зимой до минус 10 нормально все. И вам типа надо прогревать. А потом, конечно, да. Если холоднее, чем минус 10, то это уже плохо. Ну, на колючатике, я думаю, можно поснимать неплохо. Ну, да. Единственное, повыше улетать, чтобы люди тебе не мешали, ничего не говорили. Сейчас упадет детям на голову. Так, в общем, я собираюсь испытать новый мангал. Для этого нужно, вот, маринуем, короче, мясо, которое у меня есть. Мариновать нужно 12 часов, чтобы оно было мягким и впитало в себя все вкусы и прелести того, что мы делаем. Так что, сейчас я замариную. 12 часов оно будет мариноваться, а мы пойдем тусоваться. Итак, для маринада сегодня у меня две сметаны. Одна супер жирная, другая жидкая. Майонез, горчица, черный перец, красный перец и травы. Ну, я не знаю, нужны они или нет. В общем, короче, куриный замес, версия 2.0. Поехали. Поехали. Так, тщательно перемешиваем жидкую сметану. Такое ощущение, наверное, не очень, не из приятных, скажем так. У меня что-то это ассоциируется немножко с какими-то родами или чем-то таким. Такое, как себя, как этим, акушером-гинекологом я чувствую каким-то. Ну, у тебя жиденько. Так. Как акушер-гинеколог. Так, берем теперь сметану погуще. Ляп. Ляп. Так, я думаю, этого будет пока достаточно. И немножечко майонезика добавим. Игна, куда ты снимаешь? В стенку! Так, перемешиваем еще раз. Тебе скажешь, что майонез это не полезно. Ну, майонез ж не так много, это ж в маринаде он. Вообще, да, майонез это не полезно. Я не ем майонез практически. А зачем вообще купили майонез? Шубу делали. А, точно, я бы шубу делал. Так, уже приобретает более-менее нормальный вид. А на ощупь? На ощупь, как... Ну, получше же. Как гинекология. Но уже получше, да. Как гинекология. Так ты сможешь роды принимать теперь. У Киры. Так, ну, последняя осталья. Добавляем специи. Что это у тебя, скажи? Ну, это черный перчик. А это красный перчик. Перемешаем. Перец попадает в нос. Сейчас я ходу чихнуть хочу. Ой-ой-ой. Только не блевани в записи. Это уже Red 21 какой-то будет. Ох ты, и насыпь. Так, это мало еще вообще-то. Сейчас я буду повторно. Кирилл. Давай, может, я пойду. Нет. Ты что? Это нормально вообще-то. Ты что так переживаешь? Ну, будут остренькие ножки, как в этом, в KFC. Там есть, типа, обычные ноги, а есть острые. Вот я делаю острые ноги. И филешечку. Продолжаем, да. После всех этих процедур добавим немножко горчички. Ядреная. Так зачем? Разве так горчицы едят? Ты все? Ядреные ноги будут. Это... Чернобыльские ноги будут. Выглядит реально, посмотри, на что это, как этот, какой-то неожиданная, этот, детская неожиданность это называется. Я переживаю, ну, достаточно ли она жидкая, замаринуется ли она. Ну, конечно. Да? Ну, она про питание. Сколько ты будешь мариновать? 12 часов. Ну, до завтра уже. Сейчас где-то 6 вечера. Вот как раз до завтра днем, я думаю, будет идеально. Вот такой вот, короче, куриный замес. И завтра мы посмотрим результаты. Все, вырубай камеру. А посоли. Я нахожусь на Трухановом острове. И я пью квас сбитый. Это такой алкогольный квас. И сижу на водичку, смотрю, любуюсь последними теплыми вечерами 2016 года. Мы сюда долго шли, потому что провтыкали. По итогу пришли уже, когда потемнело. Ну, ничего страшного. Романтика. Ну, субботний такой вечерочек, да. С мангалом произошла неудача. Сказал? Что нужно покупать? Да, надо машину. Следующая покупка реально будет эта тачка, потому что она смарт. Это что-то пиздец, реально. Нести вот это все в руках, это можно с ума сойти. Это очень жирно, коптером раздувать мангал. Да. Мариновал мясо. Скажи свои впечатления. Как оно? Ну, короче, не морепродукты эти. Господи, молочные продукты дали типа мягкость и нежность мясу. А специи, ну, немножко, конечно, да. Я думаю, можно было специи побольше, но по итогу офигенно. Мясо отслаивается от кости, так что я повар от бога, все идеально. Да, в следующих влогах будешь делать минутку от Кирюши аккуратного, кулинарную? Ну, я подумаю. Ну, так спроси, может, людям надо это? Ну, может, и надо. Вторая партия. Попрос. Кстати, мангоза 9,99, и что это с ним внизу? Где? Это масло? Ну, это вообще-то соки. Всем привет. Нет, а всем-то привет. Привет, всем привет. В общем, ну, что, концерт этот... Давайте приготовим супчик, давайте приготовим. Как мы поедем в Бежегорье. А сегодня мы покупаем макбук за 85 тысяч рублей. Если серьезно, то пришли мы на этот концерт Томми Кэша сегодня, вот, а я подошел к организатору, говорю, ну, что там, когда? А мне организатор говорит, а, Томми Кэша сейчас спит. И вместо того, чтобы в 7 начаться, начнется все в 9. Поэтому мы сейчас идем от безысходности в магазин и купим там что-то попить пока, чтобы скоротать время. Короче, пока все ждут концерта Томми Кэша, мы тусуемся типа на этом, на небольшом фуршетике. Томми Кэш сильно заебанный. Закрой сейчас, секунду. И поэтому его не стоит нервировать. Это вот локация вообще нереальная. Это у меня в хостеле, короче. Я когда-то жил в хостеле, вот у меня такая же крыша там была. Публика скандирует Томми Кэш. Мы выходим вместе с Томми Кэш. Кэш- Короче, Томми Кэш молодец, услужил вообще, я думал нет света, вот свет появился. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok